Служитель бюрократ Ну и теперь мы подходим к большой теме о том, что же из себя представляет служитель бюрократ. Основное правило служителя бюрократа звучит следующим образом. Я правлю, потому что меня избрали. Избрали, конечно, в кавычках. Меня избрали на основании процедуры. Избрание происходит номенклатурным образом сверху через низы. Избрание основано на лояльности к вышестоящим. То есть это не свободная воля изъявления простых братьев-вестер, которые видят в нем дар. Нет, это назначение именно сверху, потому что он правильный человек. И часто этих бюрократов продавливают через низы. И потом этот человек, он требует к себе подчинения, потому что его избрали. Он же служитель, поэтому уважайте меня, слушайтесь мне. Не важно, что я глуп и у меня нету того дара, на который меня избрали. Вы должны все равно меня слушаться. Ведь меня же избрали на основании процедуры. При этом эти бюрократы создают такие инструкции, на основании которых они действуют, что эти инструкции не связывают по руками-ногам самого бюрократа. Они связывают всех остальных, простых братьев-сестер, по руками-ногам. А сам бюрократ остается абсолютно свободен. Власть бюрократа основана на таинстве рукоположения, а не на доверии церкви. Доверие и рукоположение разделились. Поэтому так часто служители не пользуются абсолютно никаким доверием. С одной стороны, вроде бы получается, что их церковь избрала, церковь им доверила. С другой стороны, церковь всегда понимает, и это понимают служители-бюрократы, что они не доверяют друг другу. Доверия абсолютно нет никакого. Братья и сестры всегда знают, что между тобой и между служителем должна быть дистанция. Не рассказывай им никогда всего, о чем ты думаешь. Потому что он сдаст тебя. Потому что доверия между тобой и им не может быть никакого. Точно так же и служитель-бюрократ понимает, что он никогда не должен открывать свою душу перед простыми членами. Потому что доверия нет никакого. То есть, с одной стороны, получается, что рукоположение, это как бы, когда вся церковь говорит, мы доверяем ему служению. Вроде бы рукоположение говорит об этом. Но с другой стороны, происходит подмена. Что рукоположение, благодаря вот этим сложным, сложной системе фейкового избрания служителя, перестало быть действительно рукоположением. Но рукоположение очень важно для бюрократа. Потому что до рукоположения он никто. Он не может функционировать в соответствии с этим, потому что у него нет этого дара. У него нет способностей. Часто он очень глуп и туп. И вообще не способен к этому. Но он ждет того момента, когда его рукоположен. После рукоположения он становится выше всех остальных. И на основании этого он начинает действовать. Бюрократ не требует веры своего руководителя. Вот если харизматическая теплегитимация требовала веры, да, своего харизматика, то бюрократ не требует веры в самого себя. Ему не нужно подтверждать то, что он действительно может функционировать в соответствии с этим даром. Что у него есть способности, что у него есть дар от Духа Святого. Нет, ему нужно всегда показывать корочку, что его избрали. Не надо в него верить. Зачем? Просто всегда зная, что служителя нужно уважать. И этого достаточно. Не надо бюрократу доказывать свои успехи. Не надо ему доказывать свой дар от Духа Святого. Не надо доказывать свою функциональность. Вот те основные качества, которые отличает бюрократа. Ну а теперь о некоторых из них мы поговорим более подробно.